Добро пожаловать на канал HarddressetInfo. Перед нами находится устройство Nubia Pad 3DM. И сейчас мы вместе с вами будем настраивать клавиатуру. Итак, открываем настройки, далее проходим в раздел «Система». Здесь мы выбираем язык и вывод. Далее выбираем экранная клавиатура и выбираем Gboard. И начнем мы с языков. Здесь мы можем нажать «Добавить клавиатуру» и добавить еще какой-нибудь язык. Нажимаем «Готово». Далее, если вы наоборот хотите удалить язык, нажимаете на карандашик, выбираете язык и нажимаете на значок «Корзина». Выбираем настройки. Здесь мы можем добавить ряд цифр клавиатуре сверху. Над буквами будут цифры. Далее можем показывать переключатель эмодзи и языков. Можем разделить раскладку с повтором клавиш. Также можем включить звук при нажатии клавиш. И можем настроить громкость звука. Можем вибратор, клик на нажатии клавиш включить и настроить силу вибрации. Я обычно отключаю звук вибрацию. Теперь можем увеличивать при нажатии кнопочки. Долгое нажатие равно символу. То есть, если мы будем зажимать пальчик на клавиатуре, у нас будут появляться символы, которые находятся под ней. Под определенной клавишей. Длительность долгого нажатия мы здесь можем настроить. И чувствительность к касанию мы тоже можем настроить. Также можем показывать значок приложения, либо не показывать. Далее выбираем тему. И здесь мы можем настроить тему клавиатуры. То есть, выбрать либо какие-то цвета, либо пейзажи, либо градиент светлый или темный. Либо можем нажать на плюсик и добавить свою картинку. Убираем исправление текста. Здесь мы можем включить строку подсказок. Эти функции, в принципе, можно включить. Они достаточно полезны. Подсказывать слова, но если вам мешают, можно отключить. То есть, нам будет показываться, предлагаться слова на основе предыдущего слова. Также можем включить фильтр «Нет цензурных слов» и предложение контактов. Далее можем нас включить или выключить Т9, автоисправление. Далее есть функция «Backspace отменяет автозамену». Ее мы тоже можем включить. Удобно достаточно. Если вы нажимаете кнопочку удаления после того, как Т9 исправил вам слово, то будет восстанавливаться введенный текст. Можем включить пробел после знака припинания. Но эта функция доступна только при вводе на английском. Далее можем включить заглавное автоматически. Я обычно отключаю. И точки автоматически. То есть, после двойного нажатия клавиши «Пробел» будет ставиться точка. Также можем включить проверку правописания и грамматики. Здесь мы можем также включить непрерывный ввод. Можем рисовать линию. Давайте я покажу. При вводе у нас появляется вот такая линия. И мы можем ее выключить. Я ее обычно выключаю. Я ее ввод, в принципе, выключаю. Включить удаление жеста можем. То есть, если мы написали какое-то слово и нажали на кнопочку удаления «Провели влево», то у нас стираются слова. И также можем включить управление курсором. Если будем перемещать палец по пробелу, то у нас будет перемещаться курсор. Далее здесь мы можем включить голосовой ввод и ускоренный голосовой ввод. Буфер обмена можем настроить. Например, показывать недавно скопированные тексты и изображения на панели с подсказками. Также показывать такие элементы, как адреса и номера телефонов. И сохранить недавние скриншоты в буфере обмена. Здесь у нас есть словарь. Мы можем нажать «Личный словарь», выбрать язык. Нажать на плюсик. И здесь мы вводим слово и вводим сокращенный вариант слова. Давайте, например, введем какую-нибудь фразу. Давайте «Добрый день», допустим. И если мы вводим... И добавлю сокращенный «ДД». Нажимаю «Сохранить». Вот. И теперь, если мы вводим, допустим, «ДД», это почему-то не работает. Может быть, не в гугле. Давайте попробуем еще где-нибудь ввести. Я не вижу никаких заметок здесь, к сожалению. Ладно, почему-то эта функция не работает, но «ДД» должно заменяться на... А, вот. Здесь появляется. Добрый день. Окей. Все, тогда все работает. Далее. Так можно добавить любую фразу, любое сокращение. Теперь можем перейти в эмодзи и стикеры. И гиф. И здесь мы можем настроить панель быстрого доступа к эмодзи. Можем ее включить. Можем его эмодзи на клавиатуре символов включить. Далее можем показывать кнопку для добавления нескольких эмодзи. И подсказки при вводе контента. То есть нам будут предлагаться гиф, эмодзи и стикеры. Также можем включить подсказки при вводе текста для эмодзи и стикеров. Ну и, в принципе, на этом все. Спасибо за просмотры. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры подогнал «Симон»!